Более 98 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России 28 января. Поэтому наряду с лечением заразившихся по-прежнему актуальными остаются меры профилактики. Их соблюдение проверяется в ходе рейдов, которые регулярно проводит Роспотребнадзор, в том числе и в Тверской области. Объекты торговли традиционно находятся на особом контроле у Роспотребнадзора, в особенности крупные ТРЦ. И это вполне логично. В них особенно большой трафик людей. А значит, возрастает риск заражения коронавирусом. Поэтому важно соблюдение всего спектра мер. В этом супермарксе нарушений не нашли. У нас есть разметки по залу. На входе у нас дозатор для покупателей, объявления по громкой связи. Сотрудники у нас в масках. По необходимости за прилавочную торговлю у нас только в масках и в перчатках. И кассиры. У нас тоже на каждой кассе есть средства для обработки рук. Всё в порядке и в этом магазине федеральной парфюмерной сети. Тоже маски, перчатки, обработка столов и прочих поверхностей антисептиком. Здесь нашли даже выход из такой проблемы для магазина, торгующего духами и туалетной водой, как маски. Мы стараемся просто более интенсивно наносить ароматы на блотеры, чтобы наши покупатели почувствовали через масочку аромат. Ну, на самом деле, всё получается таким образом. Поэтому всё хорошо. Подобная ситуация наблюдается приблизительно в 80% проверенных магазинов, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тверской области. Что касается нарушителей, то их штрафуют не сразу. Сначала просят устранить выявленные недочёты. К хозяйствующими субъектами нарушается, например, масочный режим. То есть не все сотрудники ответственно подходят к этому. Бывает, что маски носят, но они не закрывают органы дыхания. Также не ведутся журналы термометрии. Не своевременно проводится обработка дезинфекции, не ведутся журналы. Нарушения разного рода. Если же владелец или директор откровенно упрямится или даже ведёт себя вызывающе, в таком случае следует наказание. Его размер для юридического лица может достигать суммы в 600 тысяч рублей. И в Роспотребнадзоре, напоминают, проверкам, которые проходят несколько раз в неделю, подвергаются все магазины. От гипермаркетов до самых маленьких промтоварных, расположенных где-нибудь в спальном районе города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин